Ну что, здравствуйте, господа. Мы чуть-чуть решили поэкспериментировать, пока у нас на ютубе реально появляются новые зрители. Мы решили поэкспериментировать во славу Роя, во славу Тернов и во славу Протсов одновременно. Мы попробуем проанализировать, ребята, Индекс Тремастерс. Кто, ребята, еще не в курсе? Группы на Индекс Тремастерс появились, всех посеяли. Группа готова, мы их обсудим вместе с самим турниром. Поэтому это такое аналитическое видео, вы к нам присоединяйтесь также в комментарии. Это видео также работает в режиме премьеры, поэтому в чате можете общаться, писать свое мнение, мы смотрим параллельно, будем с вами разговаривать. И оно получится, ну, относительно долгим, да, относительно наших обычных видеоблогерских, если мы что-то снимаем, относительно коротким по отношению к нашим стримам. Но, тем не менее, мы должны для вас и вместе с вами проанализировать, что же будет на Индекс Тремастерс. Во-первых, Сабзира, как ты сейчас воспринимаешь для себя турнир Индекс Тремастерс? Насколько он для тебя крупный и большой? Знаешь, вот у меня две, так сказать, ипостаси в восприятии этого турнира. В одной я слушаю чатерсов, которые говорят, что, мол, ИЕМ это единственный турнир нормальный, а в остальных, типа, неинтересно смотреть. В другом, наоборот, все говорят, что, типа, этот турнир не отличается ничем от остальных. Но у меня что-то среднее из этого, потому что, ну, камон, ребят, допустим, на списке мастера коллизиума участников, список участников покруче, чем на ИЕМе. То есть, по мне, призовой фонд и не отображает, на самом-то деле, силу турнира. Потому что и так ребята впахивают и на фулл-фокусе отыгрывают, несмотря ни на что, даже, вот, турниры полегче, типа, вот, Турика от Варти, который был на 15 тысяч долларов. Хотя, казалось бы, разница неба и земля. В основном, ребята на ИЕМ приходят ради статуса, ради победы, ради того, чтобы стать чемпионом мира. Как по мне, для нас в этом году было два чемпионата мира, то есть, Емерс Эйд, это все-таки было, так сказать, одним чемпионатом мира. И сейчас вот следующий подходит. Для меня это, в любом случае, будет интересно понаблюдать. Это LAN-турнир. Надеюсь, хотя бы будет масштабно, красиво. Сцена прям будет, прям, вау, а не так, что Старкрафтер заводит куда-нибудь в уголочек, такие, играйте, у нас тут контра. А вы там посидите, вот, пофармите. Ну, а ты, как говоришь, это было же на, по-моему, ESL Атланта, да? Вот, когда справа буквально играли в контру. Виртуз Прокс чемпионами стали. Да, да, да. Погоняйте там своих тараканов, а мы, вот, займемся нормальным киберспортом. Надеюсь, вот такого не будет, вот, как Геймер Эйд, отдельный огромный свой, ну, павильон, сцена, вот так, эффекты, экраны, вот, прям, шоу. Вот, ради этого, прям, должен быть такой чемпионат мира. А если такие, пук, пук, да, у нас чемпионат мира, но нет. Надеюсь, такого не будет. В любом случае, я жду. Мне интересно посмотреть, чем это закончится дело, потому что в прошлом году случилась сенсация, и Оливейра тогда стал чемпионом. Возможно, мы увидим в этом году какую-то, так сказать, новую черную лошадку. Он на себя сагрил, он на себя сагрил вот этих чаттерсов, которые, ну, и вот это ваш чемпион мира? Вот это чемпион мира? Теперь, хотя играет он реально намного сейчас лучше многих, даже корейских игроков. Да, да. Ну, правда, у него, опять же, ТВТ только на хорошем уровне, как по мне. Остальное все сильно проседает. Ну, нет, еще ТВЗ неплохо, но вот с протасами вообще какая-то беда, что я смотрел. Без шансов его аннигилируют. Вот, ну, да ладно, не суть это, а суть в том, что, возможно, мы увидим Мару, наконец-таки, титул. А, возможно, кто-то, опять же, так сказать, пройдется неожиданно по сетке. Кто-то, может быть, опять же, какой-то ученик Оливейра, допустим, тот же Файерслай, и станет новым чемпионом неожиданно. И мы такие, вау. Мы вот до таких вот предсказаний дойдем, само собой. Да, у нас, смотри, во-первых, ESL уже позиционирует, да, и это цена информация. Это позиция такая, что Индокстрим Мастер сейчас не чемпионат мира. Чемпионат мира еще будет, типа, анонсирован. Призовый фонд 500 тысяч долларов. Это, наверное, самый большой призовый фонд, который ESL вкладывали в свои соревнования. Это точно. Я думаю, что чемпионат мира будет ряд, в итоге, типа, официальным. Но, также, вот, ты говорил про то, что надеешься, что не будет какого-то там совместного павильона, что будет как-то это все отдельно. Да, это будет отдельно, потому что мы это можем заметить на сайте ESL, которые продают билеты в Катовицу на Старкрафт, вот, отдельные. То есть, раньше были еще однажды, были билеты совместные, то есть, ты покупаешь билеты, можешь по этому билету попасть на Старкрафт. А сейчас продаются билеты отдельные, на один, два или три дня. И там тоже делятся они на VIP, где тебе доступные напитки, включая пенные, кстати, как написано на сайте ESL, написано на сайте ESL. Ты бы уже рванул. Да нет, я все равно дома на телеке тогда успенную билеты, вот, но там, в общем, продаются билеты отдельно, в этот раз, на Старкрафт. Вот, это из хороших новостей. Есть VIP-категории, там все это такое, там проход в бэкстейдж, там и так далее. Это, конечно, уровень, на самом деле, это уже повышает наш Старкрафт, на самом деле, на более высокий уровень. Говоря про призовой фонд, 500 тысяч, 150 тысяч за первое место. А где было, ну, на гейм-ресет в Риаде было больше. Если мы не берем Солдовскую Аравию, где у нас было когда-нибудь больше, кстати? Ну, слушай, за последние, так, 4 года, как минимум, точно нигде не было больше. Потому что все урезалось, все уменьшалось. Если, конечно, брать дробленный DreamHack, который разделен по регионам, и если брать региональный, и потом финалы, и потом это все объединить, то будет больше, конечно. Ну, вот чтобы за раз миллион долларов был, слушай, ну, это, наверное, в году, так, может, 13-м, 12-м, какой-нибудь турнир был. Типа ВЦС, типа Близкона, где такие деньги разыгрывали. Ну, да. Я, наверное, предположу, я не буду сейчас проверять, но я предположу, что на каком-нибудь, да, Близконе, возможно, было больше. Согласен я с тобой. Но точно за последние 4 года это самый большой плюсов фонд. И это интересно, откуда он взялся, в хорошем смысле, то есть именно как выделилась такая сумма. Но это ладно. Давай, на самом деле, мы еще, что я хотел с тобой поплатить перед группами, так это то, что у нас на этом Intel Extreme Masters странная ситуация произошла. Очень странная ситуация. У нас все 3 региона, да, поскольку у нас теперь 3 региона, Америка, Азия и Европа. Ну, Корея, она через GSL отбирается, поэтому я говорю про 3 региона, где есть отборы. А все 3 региона получили под дополнительной квоте. Потому что случилась оказия, коллизия. Сэрл в Европе выиграл и Summer, и Winter. Поэтому, ну, то есть он получил свой квот, и надо еще одну квоту. Вот из-за этого выделили еще одну квоту. На Европу. Оливейра в Азии выиграл и Summer, и Winter. Еще одна квота. И в Америке Астре выиграл и Summer, и Winter. Еще одна квота. То есть у нас весь год выиграли 3 человека в своих регионах. Вот как это? Это потому что они тащеры в своих регионах, или потому что другие не тащат в своих регионах? Ну, справедливости ради, наверное, для Азии и для Америки альтернатив как фаворитов нет. То есть никто ничего... В Китае единственное, кто вот Firefly может что-то Аливере противопоставить. Но все равно сильных игроков, как по мне, как таковых нет, кроме чемпиона мира. Америка после того, как ушел НИП, как по мне, год за годом, да даже месяц за месяцем просаживается по уровню игры. То есть, нет, Scarlet мы не видим. Какой-то вообще, ну, после патчей адекватных движений в сторону побед. Special тоже не показывает давно уже ничего такого. Он вроде тренируется, а вроде бы даже не приближен к тому, каким он был раньше. Келажур, ну, келажур, как бы, он таков и есть. Он всегда, он неплохой уровень держит, но это не топовый прям уровень. Острея по-прежнему хорош. Триггер, вроде бы, я ожидал от него, что он ворвется прям до 7К уровня и будет прям супер жестким топчиком. Но пока что он ниже даже, наверное, по уровню игры, чем тот же Янг Яков или Милки Коул. Он хорошо играет, но пока что-то, что мы с тобой комментим на мажор, как только врывается триггер, он дарит очки просто, как говорят. Вот я досмотрю его на всех турнирах, я смотрю просто, как он вот просто выживает. Он даже не планирует выиграть, он просто вот выживает максимально на карте по времени, сколько может и проигрывает. И это очень грустно на самом-то деле, я ожидал от него большего. Потом, кто диск давно ушел на второй план, мы его не замечаем, абсолютно нигде его нет. И все, по сути, топовых игроков, как таковых, не осталось. Осталось только Остре, и он поэтому и доминирует с большим запасом от остальных. Хотя, вот если брать прям всех общий уровень, я бы не сказал, что он прям супер жесткий. Просто, как по мне, регион сильно просел по уровню игры. И Европа, как всегда, ну, просто безумный уровень борьбы между Сэрелом, Рейнером, Клемом, Макс Паксом. Всегда до последнего. И, как правило, почему-то вот когда играем дома, когда играем вот Европу, Сэрел прям на каком-то лютом фулл фокусе сидит. Плюс, получается, подожди, а когда закончился регион Европы? Когда Сэрел выиграл? Осенью или летом? Осенью. Осенью. Винтер последний. Ну да, то есть я считаю, что просто еще не адаптировался к тем изменениям новой игры. Ну, терны не адаптировались после того, как видишь, в последние месяцы Клем вроде как, если не рейджит, отыгрывает великолепно и побеждает вообще без единого шанса. То есть как-никак на финале потом ЕСЛ он же выиграл. С огромным запасом всех зергов, которые там были, не заметил их даже, что там, пшик. Поэтому я считаю, просто он еще не успел к тому времени адаптироваться. И вот, собственно говоря, к тому же лан турнир был. Я думаю, видимо, к клану он как-то подошел на фулл фокусе, а дома порой у него как-то вот такое вот еще по-прежнему вальяжное отношение к турниру. Вполне вероятно, кстати, да, я тоже замечал. Ну, по крайней мере, мы, наверное, говорим о ЕСЛ Атланте, да? Да, где Клем выиграл. И мы, соответственно, сейчас, по крайней мере, вот это ближайшее время после ЕСЛ Атланта, думаем, что Клем на лане выступает лучше, но почему бы и нет, на самом деле. Мы пока его видим на онлайн-турнирах. С Мастерс Коллизиума он вылетел. Как бы... Шок. Когда я коментил, да, групповой этап, он вылетел от Солара. Уступив, ну, многим просто в групповом этапе, который играл в швейцарку, Рейнер... Мне за него страшно, да, потому что я считаю, что у него, на самом деле, сильная, но нестабильная форма. Последний год даже, я скажу, вот после Риада форма стала очень нестабильной. Поэтому Серл, наверное, самый уверенный. Ну и, кстати, касаясь Серл, это хороший шанс, это последний, практически, турнир перед армией. Это будет такой, как бы, удар ногой в дверь просто, типа, если он возьмет себе интелоксинный Мастерс и заберет. Вот почему бы и нет. А Мару, ты сказал Мару еще, да? То тут тоже я хотел уточнить, что хорошо, что в Катавице будем играть интелоксинный Мастерс, потому что, и мне кажется, что Мару, если летит за океан в Америку, то вообще можно списывать его с счетов почему-то. То есть, если он играет на лане в Корее или в Китае, ну, где-нибудь в Азии, все хорошо. Летит в Европу, все хорошо. Вспоминаем Холмс Торикап, да, когда он прилетел. И еще, господи, я забыл, Димон. ТСЛ. Он прилетал на ТСЛ тоже на финал, отлично отыграл, просто суперски. А вот если летает в Америку, то все не очень хорошо у него обычно, если он летит за океан. Поэтому это хорошо. Мару будет играть, мы до него дойдем, соответственно. Давай же. Вот мы обсудили, собственно, ситуацию с тем, что все регионы получили подданную квоти. Давай пройдемся по, соответственно, квалам, которые прошли. Это был, я так понимаю, эксперимент, да, когда проводятся в онлайне квалы вместо открытой сетки, да, потому что мы помним, что на Intel Extreme Masters обычно есть open-сетка, ну, как на любом, практически, ESL, куда все прилетают по своему желанию и играют. А тут нам с тобой надо понять несколько вещей. Нам, конечно, запросто, если бы ответить на этот вопрос, но не было бы этого видео, если бы ESL просто отвечали бы на все наши вопросы. Очень уважаю ESL. Нет, я правда сейчас просто добавил. Собственно, квалы в онлайне были сыграны, где разыгрались сразу оплаченные квоты на Intel Extreme Masters. Обычно играется open-сетка, куда все летят за свой счет, или за счет команды, и играют open-сетку. Вот что, вот это, вот онлайн квалы сразу же, это экономия времени игроков и их денег, и жест доброй воли, или, на самом деле, мы лишили многих игроков шансов поиграть именно в open-сетке на лане? Послушай, по-моему, это абсолютно разумный шаг, который в киберспорте был и есть уже на протяжении многих лет. То есть всегда квалификации проводятся онлайн. Сколько я смотрю Dota, сколько я смотрю Counter-Strike, даже вот все квалификационные турниры, матчи на International проводятся в онлайне. Никто не берет, и ни гурьбой никуда-то не летит, чтобы там играть квали эти. Это разумно, то есть отобрать вот мейн-участников в онлайн-квалификациях, которые будут вот самые лучшие представители на турнире. Вы отборочные проходите, проводите, и, собственно говоря, за свой счет привозите их к себе. Это, как по-моему, саморазумный, правильный и идеальный подход. К тому же нет этого дурацкого распределения по рейтингу, где вот, условно, там топ и так, понятно, игроков по итогу пришел. То есть неважно, условно говоря, какой у тебя рейтинг. То есть, да, ты можешь делать небольшой, там, допустим, 5-6-7 человек по рейтингу, условно взять, которые проходят, там, ну, не знаю, 8, сколько захочешь. Потому что они в любом случае пройдут. Это топовые игроки, они сильнейшие. И чтобы топ-8 не был на турнире, такого, ну, вот, не бывает. И вот этот турнир не стал исключением. Они прошли просто по квалификациям все эти вот топ-8 игроков. Но, ну, суть не в этом. Суть не в этом. Суть в том, что как раз-таки вот эти черные лошадки, которые могли бы потом не полететь просто на турнир, потому что побоялись бы того, что они просто потеряют деньги, потому что в Старкрафте денег не так много, они спокойно прошли матчи, они уже в призовых, хороших призовых. Там сколько? Тысячи долларов? Две-три тысячи долларов уже просто за то, что ты участвуешь на турнире. Тебе все оплачивают, и ты приезжаешь, просто кайфуешь, отыгрываешь по максимуму, насколько ты можешь. Все. По мне, идеально. Вот я бы так и оставлял на самом-то деле квалификации на каждый вот чемпионат мира и крупный турнир. Может быть, я бы сделал только большее дробление по регионам. Возможно бы. И закрепил бы право региона, что играют только те представители, которые там живут. То есть не приходят условно на корейцы на Европу, не приходят корейцы на Америку. Это Риджин Лог. Это нас какой год? 17-й год нас возвращает тогда. Ну слушай, это нормальная система. Это нормальная система, потому что на Инте, допустим, тоже играются. То есть квали для Восточной Европы, для Западной Европы, для Китая, для Океании, для Северной Америки, для Южной Америки. Это нормальная тенденция. Так многие делают. Это, в принципе, имеет место быть. Чтобы условно... Конечно, да. Вот, допустим, если мы сейчас откроем европейскую квалификацию, то есть тут прошли чистые европейцы. То есть не было такого, что корейцы пришли и заформили. Потому что, может быть, сейчас это уже не нужно. Потому что европейцы сейчас самые сильнейшие в мире. Корейцы не дотягивают. Но, допустим, для Америки уже, допустим, менее приятно, что их могут прийти там и немножко побить. Так что, может быть, порой это и нужно. Ну да, согласен. Но в итоге у нас были интересные ситуации на квалификации. Например, практический выход SOS на Intel Extreme Masters. Он в итоге... Но как? SOS пожертвовал собой ради другого старика. SOS в итоге не прошел от рук статс. И статс как раз-таки прошел на Intel Extreme Masters. Это вот прям... Будет возвращение... Это скорее... Знаешь, мне кажется, статс будет выступать. Это как в UFC, в WWE. Иногда устраивает очень денежный матч на pay-per-view. Выставляя какую-то нынешнюю молодую звезду промоушена против какого-то ветерана, да? Который там был знаменит в прошлом. Но еще более-менее в форме. И поэтому продают билеты на это pay-per-view, потому что это большая вывеска. Вот статс будет тоже, мне кажется, таким ветераном сейчас на Intel Extreme Masters, на которого будет просто интересно всем посмотреть. Вот как он сейчас приедет на Intel Extreme Masters, как он будет играть. Я не думаю, что он, конечно, выиграет. Это я так сразу вообще прям далеко пошел. Вряд ли он выиграет на этом Intel Extreme Masters. И посмотрим вообще на результаты, которые он добьется. На статс это да. В общем, SOS пожертвовал собой ради статса, хотя хотелось бы и того, и другого, на самом деле, увидеть. В целом, наверное, если мы говорим про Корею, там мало было, и Азию, там Азию, да? Мало было чего-то удивительного. Вот Firefly не пустил SOS и отобрался через два PvP. И мы на него посмотрим. А так там Young, Cure, Hero, ну, Dark. Да, все, в принципе, там было по классике. Единственное, вот, да, конечно, SOS огорчил. Он должен был просто не падать вниз на статс и просто обыграть Firefly. Да, как по мне, я не знаю, мы на турнирах давно не видели ни SOS, ни статса. Ценить их скилл тяжело. Поэтому, но эти те протасы, которых я знаю еще со времен так десятых годов, два сильнейших протаса мира, как по мне, за всю историю Старкрафта. И, конечно, да, наверное, форма у них немножко поугасла, но нынешний SOS бы вообще от Firefly бы камня на камне не оставил. Но вот самое обидное, это вот классик. Тот SOS ты имел в виду? То что? Тот SOS, который был в форме. Да, безусловно. Классика обидна, вот. Он по всем квалям бегал, и так ему тяжело было проходить. Пришел на Азию, а DRG 1-2 проиграл в венерах, в лазерах проиграл от Gumi 2-1, ой, от Шины 2-1. И думаешь, господи, классик, соберись. Пришел на Европу, там ему одной карты не хватило. И он просто, человек, бегал по регионам, лишь бы получить квоту. Да, это его, конечно, история печальная. Это как студент, который, точнее, абитуриент, который подавал документы в несколько вузов, в итоге никуда не попал. Он не прошел же по итогу, ты же помнишь, да? Да, да, он не прошел. Я и говорю, что он подавал, как абитуриент, который подавал документы в несколько вузов, и не получился вообще ничего, и теперь квот жди вообще. Потом еще и EG пересдавать придется. Да, самое бедное. Поэтому... Еще и Криэйтор не прошел. Еще и Криэйтор не прошел. То есть они вообще вдвоем такие закидушники какие-то получились. Но Классик... Причем Классик проиграл опять. Приходит ДРГ, проигрывает 3-0. Думаешь, Классик, ну... Зато Келажур. Зато Келажур будет играть. И Триггер. И Триггер. А Криэйтор проиграл в Пэшл 2-0, я думаю. И Триггеру 2-0. Я думаю, камон, Криэйтор. Я не знаю, как будто бы просто ребята устали играть все эти бесконечные квалификации и не хватило сил. Не знаю. Вот я каменчил Спешла на... На Варде 2023. И... Он прошел довольно далеко. Выбил там Спирита, многих других. Мне нравится... Я иногда, когда Спешла каменчу, если он вдруг попадает на турнир, попадает на стрим. Мне нравится, что он на самом деле меня всегда удивляет. Вот там типа... Спешл играет с кем-то. Бах, начинается матч. Спешл поехал, поставил барак в проксе. Рядом Факту, Старапорт. Я таких Чизов типа года 2020-го не видел, наверное. Все, Бах сыграл. Сыграл масс-механизацию со старта. Сыграл еще что-то. Сыграл какие-то 4 прокси-барака против Зерга. Но типа... Можно на него посмотреть. Поэтому Спешл... Он, по-моему, не прошел, если я не ошибаюсь. Спешл не прошел. Он проиграл Скарли 3-0 в финальном матче за квоту. А до этого Банни проиграл 2-0 в верхней сетке. Да. Поэтому квалы тоже... Да, я на самом деле согласен. Я думаю, что многие все-таки... Я бы хотел реально иметь region lock. Разместить по квотам. Потому что... Но тут я согласен. Система должна быть такая большого спорта. Если опять-таки брать футбол, например. Это когда отборочные идут во всех регионах. Да? Свои. Можно больше регионов дробить. Ну, то есть, условно, не делать не три региона, а вот... Мы их перестали дробить в связи с экономией как раз. Ну, мы сейчас не можем... Несмотря как... А в чем экономия? Я не знаю, я пройдет. Тут именно на ИЕМ, именно с точки зрения того, ты можешь сделать больше квалификаций. Ты же денег особо не транишь на проведение. Призовых стало меньше. У тебя объединились регионы в один призовой. Я понимаю, но квалификация на ИЕМ это другое. Ты можешь просто разделить. Ты не платишь за квалификации. Они бесплатные. Проведи Западная Европа, Восточная Европа, Азия. В Азии Китай, Корея. Ну, можно, кстати, оставить тоже количество квот. Но играть заставить больше игроков. Да. То есть, у тебя, допустим, Восточная Европа, к примеру. К примеру. И Западная Европа. Играет Восточная, играет Западная. Прошедшая с Восточной и Западной, потом играет между собой за квоты от Европы. А Финляндия это Восточная Европа или Западная? Всегда, по-моему, она в Западной находится. А, ну... Ну, по крайней мере, если вспоминать отборы на ИН, Финляндия не входит в Западную, в Восточную Европу. Вот да. Интересно, конечно, что там дробление. Но, знаешь, оно такое больше субъективное. То есть, обычно, если там... А, еще, да, Восточная, обычно там КИС, грубо говоря. Это там все страны СНГ. Еще до, там... По-моему, Казахстан включен или нет? Ну, Китайцы. По-моему, да. В общем, там можно делать какое угодно дробление, какое будет душе угодно организатору. Просто больше представителей от каждого региона. То есть, мы потенциально понимаем, что нам интересно, чтобы именно зрителей больше смотрело. Соответственно, нужно, чтобы представителей было побольше от каждых регионов. В конце концов, никто не мешает сделать больше мест, чуть-чуть попытаться. Понимаю, тяжело. Но попытаться больше мест сделать. Чуть меньше призовые за каждое место пониже сделать. Ну, то есть, подробить это все дело. Игроки привыкли. Они даже не будут протестировать. Да, то есть, было бы интереснее, по мне. Это так, к слову. Я не спорю с этим, я тоже считаю, что больше матчей, больше дробления, типа. Конечно, игроки, может быть, скажут, да как, ну, что, я вот хочу сыграть, выйти, типа, в сетку, сыграть два матча, как Firefly, и выйти на этот матч. Но было бы прикольно, на самом деле, все-таки. Посмотреть на дробление, я согласен. Давай призовой чуть зацепим нас в разговоре дальше. У нас, вот, самый, да, человек, который ничего не выиграет, получит 3000 долларов уже. Сумасшедший. Я бы хотел просто приехать погулять, поиграть, погулять, получить 3000 баксов за то, что я кроссовчик. И уехать. Да, и уехать, пофоткаться, автографы набрать. Те, кто выигрывает чуть-чуть, уже получат 4000 долларов. То есть, если чуть попотеешь, и выиграешь немножко. Ну, достаточно просто не занять последнее место в группе. Последнее место в группе получает 3000 долларов. Предпоследнее получает 4000 долларов. Человек, который оказался самым неудачником в жизни, так сказать, и занял четвертое место в группе, он получает 5500 долларов в качестве утешительного. А все, кто проходит уже в плей-офф, они уже исчисляют свои призовые пятизначными суммами. Да. Ну вот. В общем, там как бы такое небольшое дробление. Вот уже с 5-го тире 8-ое место, это уже у нас с плей-оффа, да? Нет, с 9-го, 12-го. С 9-го, 12-го. То есть, у нас первая часть плей-оффа, это 10 тысяч долларов проигравшие получают. И, соответственно, уже ребята подальше по 20 тысяч долларов. И вот уже 3-й и 4-й полуфиналисты, 40. Это хорошо, это целый призовый фонд Мастерс Коллизиума, который сейчас идет. Второе место, 70 тысяч долларов. И первое 150 баксов. 150 тысяч баксов. И это еще не все. Также они получают посев в вот этот вот неназванный ESL Pro Tour 2324 Finals. Что там будет? Как там будет? Неназванный. И также на ликопедии мы видим To be announced. Кстати, ты видел? То есть, что там будет? Я не знаю. То есть, там призовой плагедж больше должен быть. Слушай, ну, если я не удивлюсь, такие 10 миллиардов долларов призовый фонд Старкрафта и все киберспортсмены со всего мира. То есть, все переходят на Старкрафт сразу просто. Все стараются, пытаются. Старкрафт даже тренируются. Все тренируются. Я хотел слов. CDB говорит, все, хватит. Эпоха Империи ушла в другую эпоху. Возвращаемся. Хватит этих садоводникам играть против лейзера в Zero Space. Zero Space этого все, хватит. Кстати, ты... Да, кстати. Ты смотрел. Я смотрел полуфинальный матч. А знаешь, какой финал был? Что-то знаешь? Я уже посмотрел. Я уже посмотрел. Ну, ты поздравил капитана? Ну, вторым местом. Ну, это же круто, офигеть. Ну, да, да. Я новость написал сегодня. Ты что, вообще не смотришь наши соцсети? Я в ВК вообще не сижу. Не то, чтобы я в соцсети не смотрел. Да, не сидит. А зато пост Сабзири лайкнул. Потому что он мне, знаешь, вот ты сидишь, листаешь там телефон, такой листаешь, и такой, у вас упомянули такой, нажимаю, и у меня открывается, как бы, ну, это уже другое дело. К чему я хотел сказать. Ты видел, еще уже случайно выкатили квалификацию на Мастер Коллизиум следующей, которая будет в марте? Опять, я так понимаю, на 40 тысяч баксов. Я в шоке. Типа, каждого месяца на 40 тысяч баксов турнир проводить. Как-то, ну, очень по-богатому. Слава китайцам. Да, так сказать, выкатили, и сразу такие, ух, спрятали, убрали. В общем, тоже интересно. Как будто бы, как будто Старкрафт получает куда-то еще больше денег. И как будто бы надо еще больше тренироваться, играть, поэтому все возвращаются. Может, там инновейшн вернется, Таежи вернется, Флэджи и Донгом. Я говорил. Опять, реверс, возвращение сделают во второй Старкрафт. Я говорил о том, что вот про первый Старкрафт я приводил пример, что когда Близзер-то шли из Китая, первый Старкрафт китайцы сами начали бомбить. У них стабильно туричи каждую неделю. 15 тысяч долларов, 7 тысяч долларов туричи по первому Старкрафту, 20 тысяч долларов, еще какой-то турич там в Китае. Там у них постоянно такая движуха в первом Старкрафте пошла. Жесть. Вот. В общем, по призовым все четко. И вот топ-4 получат посев в эти финалы, неназванные финалы, ESL ProTour 23-24. Жесть. Но я думаю, что это Риад. Maybe, но тогда бы они просто написали Gamers 9. Не знаю. Ну а сам турнир еще просто не анонсировал. То есть мы знаем, что он будет в Риаде. Ну да, скорее всего. Скорее всего так и будет, но посмотрим. Лучше пусть и будет эта интрига. Блин, там я думаю, что миллион точно разыграют долларов. Было бы шикарно. Я думаю, точно. Так, к сладенькому перейдем. Ну, мы обсудим... Мы сразу перейдем к группам, потому что обсуждать прошедших игроков именно участников. Я думаю, что нет смысла, потому что еще в группах их обсудим. Вот. Поэтому давай перейдем к группам. Она стартует 1-го, 8-го февраля, 14.00. Мы не знаем, кстати, насчет 3D, будут ли стримить. Вроде бы права как бы есть, потому что часто вот я сижу как раз таки в конфе, мне дали права как-то он World Stream называется или что-то такое. И вроде бы всегда админы ESL пишут, что... И включая Алекса, пишут, что... Ну вот, если у вас есть права доступ к этому каналу, значит, все в порядке. Вот. Я не уверен, я не буду ручаться. Мы будем очень рады, если мы тоже получим права. Нам их давал Алекс тоже права, за что ему спасибо. На вот эти предыдущие мероприятия. Тоже отвечал на все мои вопросы, если там проблемы, какие-то встречали. Вот. И нам было приятно работать. То есть, с ESL и вот мы показали предыдущие турниры, и ESL Atlantum мы показали. Было приятно работать. Вот в этом плане с ESL очень удобно. не как-то именно оператором, поэтому спасибо им большое. Я не знаю насчет Intel Extreme Masters, будем ли мы показывать. Каби говорит, что точно будет показывать. Насчет нас я не знаю, но... Если будет, будут у нас права, нам может быть показать, мы, конечно, отработаем ивент для наших зрителей, тех, кто смотрит на наших каналах. Само собой. Если нет, прав, да? Ну, что ж, мы выкатим все посты, анонсы, и сами там, ну, с напитками посмотрим у телевизора. Отдохнем, наверное. Вместе с вами. Может, пообсуждаем. По-моему, в последний раз мы и ЕМ именно полноценно весь турнир смотрели только в 2020 году, если не ошибаюсь. Может быть. А потом... Там еще, по-моему, только на Twitch можно было стримить. Да, и там мы потом по частям стримили, нам давали, по-моему, потом в следующие годы нам давали постримить только первый этап или там... Такое. Да, до этого. А потом вот именно чтобы до финалов. Ну, посмотрим. Будем рады, если получится. Ну, что, давай группы. Давай группы, да. Давайте группа начнем. Соответственно, у нас три терра на два зерга, один протез. Кстати, у нас есть... У нас просто о крафте. Каждый раз, когда я пишу какой-то анонс турнира, ну, точнее, результат турнира, выкладываю сетку. Есть там много протезов в сетке или в группах. Есть один человек конкретно, который пишет. Ну, понятно, баланс! Ну, типа такого. И потом добавляют в Глеб. Да, вот Intel Extreme Master, к сожалению, вот не балансный у нас оказался. Там протезов не очень много. В принципе, по количеству раз как раз-таки более-менее. Серков, по-моему, меньше всего. Да, шесть группов. Вот. Ну, давай группе А. У нас Гумихо, Solar, Spirit, Hero Marine, Scarlet и Trigger. Давай, я тебя сразу спрошу. У нас три человека выходят из группы. Один выходит во второй. Этап плей-оффа двое выходит в первый этап. Давай сразу те, кто, по твоему мнению, не выйдут из группы А. Я, пожалуйста, аргументирую. Ну, гарантирую, что не выйдет триггер с Scarlet. Триггер вообще, возможно, даже ни одной карты не возьмет. Scarlet что-то попытается, но максимум пару карт выиграет. Это в лучшем случае для нее. И это будет прям предел. Разумеется, но триггер по той же причине, что я и говорил. Очень плохой уровень игры. Как будто бы смотришь на его плей, он вообще даже не пытается рисковать. Он всегда сидит, либо отлетает от какой-то ранней агрессии по нему, либо идет в макро, где он также неуверенно отыгрывает, делает несусветные миксы, как по мне, и тоже проигрывает. Поэтому триггер в нынешней своей форме ничего не сможет показать и займет последнее место в группе. У Скарлетт, так сказать, по старой памяти порой получается неплохо отыгрывать, но опять же попадать в группу с такими жесткими терринами и соларом говорит о том, что в лучшем случае будет выигран триггер, то есть один, так сказать, одно БО-3 будет забрано, но этого мало для того, чтобы даже выйти из группы, даже претендовать на выход из группы. Поэтому конечно, может быть, как-нибудь чудом кого-то обыграть, но, честно говоря, я одежд больших не возлагаю. Поэтому вылет в пятое место. И четвертое место вот тут уже спорно. Я бы на самом деле распределил уже по этой группе всех ребят, потому что чтобы понятно было. Первое место в группе очевидно будет Солар, для него это идеальная группа, хотя вот у Гуми очень плохое ТВЗ, очень плохое. Он шикарно отыгрывает ТВТ, он шикарно играет против протасов, но вот с зергами у него всегда плохо. Вот просто ах! Поэтому Солар первое место, на втором месте должен быть Гуми, потому что у него, опять же, шикарное ТВТ, и вопрос только заключается, кто займет третье место в группе. Либо это будет Спирит, который трехардит, жестко тренируется, и у него отличные порой получается отыгрывать, хотя, допустим, на вот Турики от Варди он просто забил, в один день все матчи отыграл и всем слил. 0-0-0-0-0-0-0, нет, только там карты не забрал. Кирамарин же вроде как наоборот забил на тренировки, но в последнее время вот именно на Турики, допустим, топ-жа от Варди неплохо радуется. Как говорят, вроде он учится и у него нет времени на это больше тренировки, чем раньше. Поэтому я, наверное, предположу, что Спирит займет третье место, Гейб как будто бы не готов. Вот так. Я, наверное, единственное, я согласен с Солором на первом месте 100%. Я считаю, что Солор в отличной форме будет еще больше тренироваться как на Экстрем Мастерс. Гумихо на втором месте тоже согласен. Я думаю, что Гумихо не оставит камня на камне от Спирит и Гермарина. Отдаст карту Скарлетт, выиграет триггеры и проиграет Солором. Вот что я думаю. Я думаю, что да. Но тут этого хватит для второго места. А вот третье место я... Да, я думаю, что и Спирит и Гермарин переиграют Скарлетт. И, соответственно, в выходочном противостоянии мы выясним того, кто заметил третье место. Да, да, абсолютно. Но я, вспоминая результаты Спирита на предыдущих Котовицах и ESL, куда он ездил, я отдам третье место все-таки Гермарину, потому что тенденция у Спирита такая, что вот у него на ланах какая-то всегда есть проблема группового этапа. Есть такое? Вот всегда на всех ланах. Причем мы берем не только ESL, там, Master, а Homestory Cup тоже, например. Поэтому я на третье место поставлю Хермарина, я считаю, что он выйдет в итоге первый групповый этап. А у нас тоже группа А с группой Д будет, да, и группа Б с группой Ц играть, по-моему. Нет, тут же распределение по местам как бы идет. Не обязательно они могут все перемешать. А, понял. То есть топ-1 выходит сразу в одну четвертую, а второе, третье место с друг другом будут, так сказать, файтиться до этого в род 12. Да. Вижу. Вот, поэтому примерно мы согласны с группой А. Триггеры удачи, здоровье погибло. Просеф. Да. Давай группе Б перейдем. Здесь 4 терна, будет очень много ТВТ, и старик Статс, и Шин, который также сейчас пьет кроволом просто литрами, наверное, перед группой Б. У нас Банни, Оливейра, Кьюра, Клем. Я, вот знаешь, я начну в этот раз, наверное, я вот из 4 тернов, кто по моему мнению точно не выйдет плей-офф, я считаю, что это Банни. Потому что я Банни комментил вот последнее время на нескольких турнирах, и это не тот Банни вообще, то есть это вообще не тот, я не знаю, чем он занимается сейчас, но точнее тренировка Мистокрафта, мне кажется. Банни вряд ли, Шин будет драться как зверь, это 100%, он будет прям, ну, вгрызаться в горло каждому терну по максимуму, как он может. Вот. и я, например, могу предположить, что Шин переиграет Кьюра на лане, к примеру, что Шин может переиграть Ливейру, что Шин может обыграть Банни, вряд ли Клем, мне кажется, но вот этих 3 тернов Шин переиграть может, и в случае чуда, вот если, в случае чуда, про которое я говорю, что Шин переиграет Банни, Ливейру, Кьюра, я предположу как раз таки, что Клем уступит одной из ТВТ, например, Ливейре, но выиграет остальные два, выиграет Шина, выиграет Статца, занимает первое место в группе в этой, Шина я при условии этого чуда ставлю на второе место в группе, и здесь остается у меня выбор, на самом деле, между Кьюром и Ливейрой за третье место, и еще очень много это зависит от их личной встречи, но в их личной встрече я поставлю Ливейру выше, я предположу, что Кьюр может не выйти, я вот так, я покажу Клем, Шин и Ливейра. Я тебя понял, ну, слушай, честно говоря, ТВТ это еще та рулетка, но опять же, я думаю, все просто будут отыгрывать очень аккуратно, осторожно, в дефолт, я бы сказал, это группа чемпиона будущего и чемпиона прошлого, то есть, как по мне, я все равно очень сильно, так сказать, форсирую Клема в чемпионы мира в этом году. Я согласен, кстати, что вот из этой группы, вот игроки из этой группы вполне вероятно могут встретиться уже не только во втором, не только во втором этапе плей-офф, а даже в четвертьфинале, вот кто-нибудь, двое из этой группы, в полуфинале. Да, вполне. Слушай, ну вот, я делаю так, я поставлю Клема на первое место, у него здесь я оппонентов как таковых не вижу, в ТВТ, что Оливейру, конечно, Оливейра карты может отжимать, Кьюр тоже в ТВТ неплох, Банни нет, но я думаю, Клем соберется и ТВТ отыграет отлично и будет уверенность с первого места в группе. На второе место в группе я поставлю на самом-то деле пусть будет Оливейра на втором месте в группе, потому что у Оливейры тоже очень даже неплохое себе ТВТ и в принципе только за счет него уже можно выиграть и, так сказать, пройти. Дальше и на третье место в группе я поставлю Кьюра, потому что он, ну он супер нестабильный, но порой он очень хорошо стреляет в ТВТ и побеждает. Почему я Банни поставлю наверное чуть ли не на последнее место в группе, потому что да, ты прав, Банни гораздо хуже чувствует себя чем раньше по его игре во всех матчапах это прослеживается очень отчетливо. Я вижу Станца, я хотел бы его поставить на третье место в группе, но блин, я и вообще его матча не видел, я не могу оценить его уровень игры и мне поэтому тяжело. Я искренне хотел бы, что он бы вышел, но из-за отсутствия информации я поставлю его на вылет с предпоследнего места. Что же касается Шина, ну опять же я его ставлю на четвертое место, потому что попасться в группе с четырьмя терранами в нынешней мете это только могу пожелать такими терранами Пресс-Ф. конечно да, Шин отыгрывает достойно, неплохо, у него хорошо это получается, вот с Бьяном были неплохие игры, у него как раз таки на вроде бы Варде, не, на Мастер Коллизиум как раз таки были с ним, у Бьяном неплохие игры, но опять же, там такие на тоненького победы были, просто вот, ну, вот на супер тоненького, поэтому, как мне кажется, такого тоненького мало для того, чтобы уверенно выходить за счет только одного матча по ТВЗ, поэтому я его ставлю на четвертое место, прости, прости Шин. Ну, частично совпало у нас, конечно, солидарные с Клемом, но тут бабки не ходи, вот, я тебя понял. Группа С, давай, мне кажется, здесь, кстати, самая будет ожесточенная борьба за третье место, вот в этой группе, но давай, начинай, группа С. Ну, слушай, если бы в группе А не было триггера Рескарли, я сказал бы, что группа С самая, как бы сказать, очевидная, но потому что здесь с Эрл Бьян, как бы это не обсуждается, первое, второе место, как бы, ну, они с огромным запасом идут от остальных оппонентов, ну, просто вот, на 3-4 головы выше. Здесь же, вот, вроде бы, кажется, да, смотришь, Астрейки, Лажур, Скилыч, но я почему-то вообще не чувствую, что хоть Киллажур или Астрея окажут какое-то сопротивление. Молодой, Firefly, очень неплох, и, по сути, он прошел это по корейцам, по ПВП, и, в принципе, он может нам сказать и показать, как нужно выходить в плей-офф. Вот, сердцем у меня, наверное, будут за Скилыча, чтобы он вышел с третьего места, потому что, блин, ну, лучше группы для Скилыча не будет. Если он из такой группы не выйдет, то уже ни из какой группы нельзя было бы выйти. Это самые простые. А мне, кстати, кажется, что если его поменять местами со Статцем, он в группе Б нормально будет себя чувствовал. Да, ну не, его там бы, он бы вообще никого не обыграл, мне кажется, в группе Б, он бы с последним местом был, не-не-не, ни в коем случае. Группа Б это предгруппа смерти, поэтому в нее нельзя, вот как и в группу Д, мы еще ее обсудим. Поэтому я, наверное, сердцем третье место Скилыч, головой третье место Firefly. Ну а Firefly опасный оппонент в ПВП. Вот у него страты, конечно, в ПВП жесточайшие. И не так давно Firefly как раз переиграл на турнире с Килоуса в ПВП. Ну, в общем-то, да, в принципе, я вот единственное, наверное, да, у Пьяна хорошая эта ВП, поэтому согласен. Да, Серла тут он сжирает просто с головой килограмм. Выходит там сжирает 10-0. Жрет, прости господи, с Килоуса. Астрео, Астрео, как бы, он ну, тоже подхавывает. То, что с Бьяном, единственное, он подерется. Вот. А так, да, Серла здесь, я думаю, первое место. Бьян, вот он всех трех проццев, я думаю, переиграет. И Кило Жура закроет. И Кило Жура закроет. Хотя это ТВТ, Кило Жура неплохо в ТВТ, конечно, но... Ну, может, карту отдаст Бьян. Ладно. Поэтому, да, Бьян на втором месте, а третье... Я, наверное, выберу опыт именно Инкл Экстрим Мастерс, я, наверное, Астрео все-таки поставлю на третье место. Хорошо. Вот. Я думаю, что Астрео выйдет с третьего места. К сожалению. Вот. На Кило Журу здоровье погибшим. Потому что, я думаю, что у него меньше всего шансов в погибших. Ну, да, у него... Он едет поставлять очки. Ну, ничего, отдохнется, с остальными своими коллегами из Северной Америки. 3000 баксов он заберет. Да. На самом-то деле, вот я, видишь, всем ребятам из Северной Америки уже предикты накидал. Астрео и Кило Жур в карте Триггер не выходят. Весть можно могут потусить. Да. Ну, да, здесь самое сложное третье место. Давай группа Д, это самая сложная группа. Да, группа Д, это одновременно группа смерти и одновременно пресс-эф Шоу Тайм и пресс-эф Циан. То есть, оба влетают гарантированно с Циан последнее место в группе Шоу Тайм предпоследнее. В личной встрече какие-то карты заберут, против остальных не будет ни единого шанса даже быть. Я считаю, кстати, что Шоу Тайм при определенном сечении обстоятельств может и Рейнер и Дарк переиграть, именно если мы говорим про Козер. Ну, возможно, но реальность, к сожалению, мне кажется, как по мне, будет для него жестока. Хотя, хотелось бы, конечно, верить, что работяги потащат. Первое место в группе гарантировано Мару, прям с большим запасом, чуть ли, возможно, не ездить. Я тут согласен, он сейчас очень уверенно себя чувствует. Сейчас мы еще посмотрим, как он выиграет Мастер Коллизиум. Да, 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 вполне у него есть на это шансы. Я думаю, чуть ли не 10-0 закроет, выходит с первого места. Дарк мне тоже в последнее время радует. Вроде бы, вот, если Дарк играет в макро, у Дарка все хорошо. Если Дарк начинает творить какую-то дичь непонятную, то вроде которой он играл против Макс Пакса на Мастер Коллизиум в Маст Лингов против Колоссов Штормов с ультралами, нам такое не надо, с такой игрой не выигрывается. Поэтому Дарк я ставлю на второе место. Хотелось бы мне и Рейнера на второе место поставить, но почему-то ему не хватает. Он отыгрывает, конечно, отлично в последние пару месяцев. Я вижу, как он потеет, как он старается. Возможно, как раз-таки Рикардо Ромити активизируется к клану и выдаст опять свое чемпионство, что возможно. Но я говорю, что в группе он еще будет разыгрываться, потому что группа сложная, и поставлю Рейнера на третье место. Ну а отношения мои к Хиро, четвертое место к тем Рейнеру, Мару и Дарку проиграет. Ну что я могу сказать? Да, я тоже Мару, думаю, очень уверенно здесь пройдется. Он вполне вероятно переиграет обоих зергов. Кстати, я считаю, всех трех процессов он должен переигрывать в этой форме, которую он находится сейчас. Поэтому, да, я считаю, что даже если он проиграет Хиро, например, ему все равно хватит, очков для того, чтобы пройти с первого места в группе. Между Дарком и Рейнером будет самое важное, наверное, их личное противостояние, будет самое важное для группы даже. Я не знаю, кто там может выиграть, но мне кажется, что Дарк просто сейчас увереннее себя чувствует. Именно, просто увереннее себя чувствует. У него, у него, собственно, сейчас есть хорошие победы. Он занял второе место на ESL Атланта. Он сейчас должен по психологии быть впереди. Поэтому, я думаю, что Дарк переиграет Рейнера. Эта победа ему позволит переиграть остальных и занять второе место. Шутаем, да. Счастья, здоровья, как и Сайану. Он опять будет играть свои ультра-консервативные игры через Stargate. Долгие макро-игры через Stargate. Поэтому Шутайма с Айаном тоже, я, честно говоря, не рассматриваю на выход из группы. Поэтому и также за третье место в итоге будет матч у нас с Рейнер Хиро. Матчи нам распорядок пока неизвестен, но я думаю, что Рейнер отправит Хиро отдыхать. Да, и все-таки это будет Мару, Дарк, Рейн. Из группы. И получается, что у нас почти не будет по нашему прогнозу, если все будет так, и почти не будет просто в плей. Ну, по моему прогнозу один выйдет из группы С. Гарантированно. По моему тоже. Да, так что еще я верю в дедушку Статца. То есть, что он меня порадует. Вот. В остальных был бы Макс, я бы Макса поднял бы повыше. Но Макса нет, как всегда, поэтому к сожалению. Ну да. Макой нет. Ну да. Видно, Макс, сколько же он денег мог заработать, если бы на лан-турнир ездил? Я думаю, ему хватает. Я понимаю, что ему хватает, но просто, знаешь, каждый раз, когда ты смотришь, десятки уже, когда уже цифры, знаешь, когда шли тысячами долларов, еще ладно, но уже, мне кажется, с десятками и сотнями тысяч долларов исчисляются эти суммы, которые он мог заработать. Я думаю, он почти гарантированно бы их заработал. Давай на финалочку предположим топ-4. А может быть, чемпионство, предположим, или ты хочешь именно топ-4? Ну, оно как бы входит в топ-4. но если мы будем предполагать чемпионство, мы слишком уж будем сейчас хайпить, и выбирая одного из чемпионов, допустим, какого-то очевидного игрока из пулы игроков, которые могут стать чемпионами, мы тут загремся просто, потому что у каждого чемпион свой, абсолютно, уже в голове принято решение о чемпионе, у каждого, там, зрителя и болельщика. Поэтому конкретно угадывать чемпиона, наверное, не стоит никому, пусть это все равно будет сюрпризом, а вот топ-4 можно предположить, вот именно, тем более тех, кто как бы получит посев на этот, пока не населенный чемпионат мира. Честно говоря, просто, как сетка, конечно, ляжет по итогу, трудно сказать, как это будет выглядеть. Давай, давай, знаешь, не будем, да, мы не знаем, как сетка ляжет, давай топ-4 по твоему, вот кого бы ты хотел видеть топ-4. Ну, не видеть-то хотел, конечно, я других, я просто именно по силе давай расположу. Как по мне, топ-4 сейчас выглядит так, это Клем, Мару, Церл, Дарк. Вот так. Топ-4 игроков, которых я вижу в плей-оффе, и если сетка позволит, мне кажется, будет финал ТВТ к Клеммару, и, соответственно, там решится, кто из них станет чемпионом. Почему-то я вижу вот именно это так. Как на деле будет, посмотрим, я, это предварительно, конечно, предикст, стоит смотреть именно вот по ходу турнира. Я вот, вот, если, надеюсь, нам, к счастью, ну, вот, так сказать, повезет, и мы сможем покомментировать, я по ходу, так сказать, самого турнира предикст свой корректировал, потому что надо смотреть именно как ребята приедут, в какой форме, кто болеет, кто не болеет, кто как перелет перенес, кто как не перенес перелет, кто адаптировался, кто, блин, выспался, и все прочее подобное. Кто там удача на него сложилась, и фанаты поддерживают. Поэтому, надо смотреть именно по ходу турнира, потому что вот, прошлый ЕМ, перед турниром, я не сказал бы, что Оливейро станет чемпионом мира, но как только я посмотрел его первый матч плей-оффа, я понял, что он станет чемпионом мира. Ну, то есть, надо смотреть именно по ходу матчей. Только так можно и понять, кто будет выигрывать. Ну да, наверное, это так. Я предположу, кстати, свое топ-4, кого бы я хотел видеть в топ-4. Слушай, ну я единственное, поставлю свой топ-4 Солара. Че себе. Да. Мару. Клема. Дарк. И Сэрла? Да. Нифига себе. Я в шоке. Ну, еще, ты завтра будешь комментировать, кстати, ну, мы когда записываем, мы записываемся в понедельник, видео выйдет, вышло позже. Ты завтра будешь комментировать Солар Сэрл в рамках Мастерс Коллизиума 7. Там можно будет кое-что подсмотреть. Как игроки сейчас готовы к ЗВЗ-минаме за собой. Ну, я напомню, что Солар недавно Сэрла обыграл 2-0. Да. Че я несу? Нет, это не так. Это мне приснилось мне, наверное, да, наоборот? Наоборот. Но завтра еще посмотрим на их матч. То есть это как бы было во вторник. А специально они на Мастерс Коллизиум сделали все зеркалки? Не знаю. Ну, там по себе вообще. Господи, это росло какое-то. Вот. Поэтому я хочу Солар наконец увидеть. Он как бы брал GSL в 23-м году. Это как бы результат. Поэтому я хочу Солар клемм Maru Dark. Вот так. Топ-4. Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Ну и финальное. Давай, я предположил уже, что миллион долларов будет на Риаде в этом году, который будет, по моему мнению, чемпионат мира. Как думаешь, сколько бабла будет разыграна? Я буду беспощадным, так сказать, оптимистом. 10 миллионов долларов. Окей, 10 миллионов. Все, ваш ставк принято. Ваш ставк принимается. Какой-то шейх есть фанат Старкрафта, который такой сделаем охренеть какой турнир с призовым фондом, охренеть каким. И дадим все золотом. Просто, когда вот чемпион выиграет, на него будет куча золота сыпать. Или нефтаниноплощают платформу, дадут такую вышку. Держи теперь твое. Ты, да, занимайся теперь ее менеджментом, входи из своего Старкрафта. Ну, окей, давай предположим так, на самом деле, вот как мы все предположили, мы с тобой затронули, ну, максимальное количество тем, связанных с Intel Extreme Masters. Мы будем вас держать в курсе по правам, будем мы показывать Intel Extreme Masters или нет. Поэтому, если у нас будут права и все нормально, то, конечно, зрители, которые смотрят Старкрафт в наших каналах, порадуем и будем комментировать и отрабатывать. Если мы не будем показывать, то будем вместе с вами отдыхать и смотреть просто Intel Extreme Masters. Ну, и параллельно работать, конечно, потому что надо встречать его вокруг, около стрима. Вот. Поэтому пишите, соответственно, ваше мнение, пишите, чтобы опять дебы, которые ничего не понимают в Старкрафте, что нам, как бы, вообще далеко от какого-то минимального понимания этой игры, само собой. пишите это обязательно, даже если вы считаете по-другому, пишите, чтобы не нарушать традицию, само собой. Не надо ее нарушать. Вот. А мы с вами прощаемся, мы свои предикты сделали, мы предположили, как это все будет выглядеть, пожелания высказали, Ваши пожелания, это ваши проблемы, ну, это другая это вопрос была, фраза другая совершенно была, ваше ожидание это было. Но, в общем, помните, что если вы болеете за киложуры на индекс-тримастре, то ваши ожидания это ваши проблемы. Или если за триггеры болеете. Вот. Будем прощаться. Хватит, чтобы не перевалить за нужный тайминг. Да, ребятки, всем пока-пока, еще услышимся. Пока-пока.